Привет! Сейчас мое видео на YouTube выходит не так часто, как хотелось бы, но все равно выходит, и я продолжу радовать вас интересными находками с Алиэкспресс, распаковками, примерками и так далее. Но хочу сказать, что цены на Алиэкспресс, если вдруг вы следили, может быть даже вы заметили, стали более привлекательными, и конечно же это все зависит от курса валют, но есть еще некоторые моменты, которые, например, мы обсуждаем в Телеграм, и конечно будет ссылочка под этим видео. И сейчас в Телеграме еще открыты комментарии, что мне очень, кстати, зашло, потому что происходит процесс общения, и бывает на некоторые вещи из подборок, которые я просто рекомендую по отзывам, например, покупателей, и также находятся подписчики, которые это уже покупали, и оставляют свой отзыв под этой подборкой. От этого я вообще, если честно, в восторге. Поэтому не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, там действительно полезно и интересно. И вторая соцсеть, которую можно называть, это ВКонтакте. Там у меня достаточно молодой блог, но сейчас я его активно веду, точно так же, как и Телеграм, поэтому подписывайтесь, ссылочка тоже будет в инфобоксе. Ну а сейчас давайте начинать. Начнем сегодняшнюю распаковку с турецких вещей. Это магазин Trendyol, хорошо нам уже знакомый. Первая вещь в посылке это пижама из стопроцентной вискозы, состоит из шорт и рубашки с длинным рукавом. Сразу оговорюсь, что любую вещь из стопроцентной вискозы нужно стирать на деликатном режиме, и чтобы температура воды во время стирки у вас не превышала 30 градусов. Для чего все эти ухищрения? Для того, чтобы ваша пижама не села, потому что это один из самых частых недовольных комментариев под вещами из вискозы. Пижаму для себя я заказала в размере 38. У магазина Trendyol европейская размерная таблица, поэтому в принципе заказываем свой привычный размер. Я обычно заказываю 36, но пижаму я люблю более свободные, поэтому беру как бы размер М это получается. По качеству исполнения вообще никаких претензий. Да, где-то есть небольшие ниточки, но напомню, что в магазине Trendyol качество как в нашем масс-маркете. Только цены гораздо приятнее. Данная пижама представлена была в магазине в двух цветах, сейчас доступна только в голубом цвете, но в принципе наличие подвижное, поэтому может что-то измениться. Напомню, что мои параметры указаны в инфобоксе, и в целом пижама вообще села замечательно. У шорт достаточно мягкая, широкая, комфортная резинка. И рубашка села достаточно свободно, при этом у нее хорошие длинные рукава. Следующая вещь в посылке это джинсы. Джинсы с разрезами коричневого цвета. Давно я смотрела на эти джинсы, они достаточно популярны, у них большое количество отзывов. Выполнены они из стопроцентного хлопка. В принципе, я вам показывала уже много джинсов из этого магазина, я не знаю, какие они у меня даже уже по счету. В данном случае это джинсы с необработанным краем, и разрез не с внешней стороны ноги, а с внутренней. И в целом, так как здесь необработанный край, изначально так задумано, можно самим подрезать на нужную длину, потому что на самом деле джинсы длинные. Это еще один момент, почему мне так нравятся именно джинсы и пижамы в трензиолу. Это вот две позиции, которые мне очень нравятся в этом турецком магазине. По качеству исполнения здесь, в принципе, все стандартно для этого магазина. Повторюсь, это масс-маркет, и меня как бы джинсы устраивают на 100%. Мой рост 1,68 м, и у меня прям джинсы в пол. За счет того, что здесь есть разрезы, то нога кажется еще длиннее, потому что как бы нигде гармошка не собирается. Ну и коричневые джинсы это такое немного разнообразие, потому что обычно синие, голубые, а коричневые более, так скажем, редко встречающийся цвет. Себе я заказала джинсы в размере 36. Напомню, что мои параметры указаны в инфобоксе, и данные джинсы у продавца представлены в пяти размерах. Теперь переходим к следующей посылке. Здесь тоже две позиции, и на этот раз это не одежда, это обувь. Первая пара, которая находится в этой посылке, это молочные лоферы. У продавца, правда, написано, что это белый цвет, но в целом они такие очень светлые, не чисто белые, цвет ближе к бежевому, холодному, и мне очень нравится этот цвет, он очень универсальный. Да и вообще скажу так, что эти лоферы мне не только из-за цвета понравились, они комфортные. У них массивная модная подошва, при этом именно у этих лоферов нет каких-то лишних деталей, и за счет этого они максимально просто универсальные. У продавца написано, что это натуральная кожа, и материал очень мягкий, то есть обувь не натирает, в ней комфортно. Данная модель представлена у продавца в девяти размерах, от 34 размера до 42, это китайские размеры. Я себе заказала размер 40, у меня нога 24 и 7. И данная модель у продавца представлена в двух цветах, молочный, собственно говоря, как у меня, и еще черный. Лично в моем гардеробе светлая обувь это самый универсальный вариант, и в целом у кого белые кроссовки подходят к большинству образов, светлые лоферы вам тоже подойдут. Но я показываю вам сегодня не только эти молочные лоферы, но еще и черные. Здесь уже немножко другой вариант, но тоже на массивной подошве. По материалу это тоже натуральная кожа, так написано у продавца. И они также очень удобные, в целом они очень похожи. Из главных отличий, я бы не назвала цвет, потому что данная модель представлена тоже в двух цветах, здесь главное отличие это декор, вот этот вот металлический, в виде палочек и колечек. Здесь я заказала такой же размер, размер 40, и кстати и молочные, и вот эти черные сели прекрасно на мою ногу, не великие, не маленькие, прям вот очень комфортно. Вообще лофер достаточно универсальная обувь, потому что она будет актуальна в большое количество сезонов, и весна, и осень, и лето в прохладные дни. А еще лоферы, мне кажется, такой очень хороший вариант, если, например, на работу вам нельзя ходить в кроссовках, но какие-то туфли на каблуке тоже не очень удобный вариант для вас. Вот лоферы комфортные, удобные обувь, есть, кстати, модели и не на массивной подошве, но сейчас какая-то массивная подошва на любой, кстати, обуви, это такой тренд, такое направление, которое будет еще в какой-то период достаточно большой актуально. Ну и я постаралась показать немного разные образы, например, и с джинсами, и с платьем. Ну и следующая распаковка. Думаю, кто часто смотрит мои распаковки, тот уже по коробке примерно понял, что там внутри. Да, вы правильно догадались, это очки, если вы, конечно, догадались. И из этого магазина у меня это уже не первая пара, я вам много раз уже показывала. Данная модель с парализацией и защитой от ультрафиолета UV400. У меня очки в черепаховое праве, но у продавца данная модель представлена в шести цветах. И еще из плюсов, продавец очень оперативно отправляет заказы, и посылки доходят тоже очень быстро. Один из рекордов был 7 дней с момента оформления заказа. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте радовать меня лайками, комментариями. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну а сейчас пока-пока, до новых встреч, увидимся!